Краткое содержание всего того, что будет в этом видео. Я все-таки собрал три проектора в один экран. Да, у меня появился третий проектор, который превосходит по изображению все два моих предыдущих. При этом еще умудряюсь не шибко дорого-то стоить, первый был дороже. Попробовал объединить изображение двух проекторов в одно. Оказывается, это не так уж и просто, и отчасти бессмысленно. А также ответить самому себе на вопрос, а проектор вообще насколько подходит для игр. С каждым следующим экспериментом я все больше понимаю, что это чисто киношня, а не игральня. Возможность организовать большой экран в любом месте, пусть даже на улице. Демонстрирую что-либо на большую аудиторию, на пикничке, празднике, корпоративчике. Чтоб всем было хорошо видно и быстро организуемо. А может быть даже и играть во что-либо, но это все-таки компанейская техника. Сам я с проекторами дружить хочу долго и плотно, поэтому у себя в доме, который сейчас строю, делаю розетки под потолком. Чтобы развесить проекторы в тех местах, где они смогут проецировать изображение на противоположные стены. Таких мест запланировал несколько, посмотрим, что из этого получится. А теперь обо всем подробнее. Третьим моим подопытным сборки стал вот такой вот проектор PG600W. Производитель еще называется так забавно, ProGaga. Хотя судя по всему, это все тот же самый тандил, который я показывал в предыдущих видео. TDA5 который, и много с ним всяких проводил забавных штуковин. Но только в этом проекторе сделано немало улучшений. Все хорошее, что мне нравилось в TDA5, перекочевалось сюда. Это светящееся сенсорное управление, которое однозначно удобно. Она плюс ко всему еще и дублирует кнопки с пульта. И почти всеми функциями системы мы можем пользоваться и без него. В том же Ябере, например, который у меня появился третьим по счету проектором, светится только кнопка включения. Все остальные приходится искать, включив фонарик на мобильнике. В первом моем проекторе вообще нифига не светится. А в TDA5 и PG600 все сделано как надо. Пульт, несомненно, тоже имеется. Пользоваться ведь ему удобнее, чем кнопками на самом проекторе. Выглядит он достаточно просто, лаконично и уже привычно для проекторов. Качелька громкости, качелька фокусировки, стрелка назад и менюшка. Между ними управление мышкой при помощи стрелок, естественно. При нажатии на эту кнопку переключаемся между тремя различными режимами. Это курсор, скроллинг или выбор при помощи рамки. Кнопка отключения громкости и выключения самого проектора. Возврат на главный экран и кнопка настроек. Основное меню ничем не отличается от TDA5. Точно такое же, как и там. Я предпочитаю к проектору подключать отдельные приставки. Во-первых, все сохраненные настройки остаются. Плюс ко всему, они, как правило, мощнее, чем что-то встроенное. Но все-таки у него есть и своя система. Это Android 9, который позволяет запускать программы и использовать что-нибудь простенькое для того, чтобы посмотреть без всяких подключений. По железу AIDA64 показала вот такое. Процессор Cortex-A53, четырехъядерный. Графический процессор ARM-G31. 1 ГБ оперативки всего лишь. DDR3, если что. 8 ГБ встроенной флеш-памяти. Теперь по коммуникациям. Bluetooth, Wi-Fi, два порта HDMI, два USB. Ну и Ethernet-разъем. Есть выход на наушники, он же на внешнюю акустику. И также есть AV-разъем. То есть подключение композитного сигнала. Старую игровую приставку, например, DVD-шник, видеомагнитофон. Понятное дело, что ничего супермощного здесь не будет. Это все лишь вспомогательное для того, чтобы прибавить ему автономности. Например, после строительных работ вечером я, чтобы отдохнуть, раздавал интернет с телефона, проектор включал лишь только в розетку, соединялся и смотрел киношку. Все очень быстро и легко, а в качестве подключения только лишь шнур питания, который идет в розетку. Как и прежде, можно транслировать изображение с экрана телефона. Эта функция у меня есть во всех проекторах, и PG600 тоже не лишен ее. Все так же работает автофокусировка и коррекция трапецией дальних искажений. Я, правда, их всегда отключаю, потому что настраиваю все вручную. Срабатывает он, как правило, от встряски или от перекрытия датчика, который расположен на передней панели, там же, где и линза. Я уже говорил, что по всем признакам этот проектор очень сильно похож на Tandil TD-A5, но с множеством доработок. Первое, что сразу же бросается в глаза, это новый корпус. Выглядит он шикарно. Притом, то, что изображено на коробке и то, что было внутри нее, является абсолютно разным. Предполагаю, что виной тому вот эта вот галочка, обозначающая внешнюю расцветку и отделку. Хотя на витрине такого выбора не было. Следующий важный момент – это охлаждение. Оно существенно тише, чем во всех моих прочих проекторах. При этом и работает эффективнее, этот проектор нагревается меньше. И это при учете следующего улучшения – это линза, закрытая в герметичный корпус. Чтобы понять, что это и для чего нужно, я покажу работы по очистке линзы изнутри для своего более старого проектора. У которого подобной технологии нету, и иногда пыль, пролетающая через охлаждение, попадает на внутреннюю сторону линзы. При проецировании на экране это может выглядеть как белые светящиеся точки, похожие на снежок. Сколько бы мы линзу снаружи не протирали, от этого мы не избавимся, нужно разбирать проектор, а это достаточно сложный и трудоемкий процесс. И тут остается либо не разбирать и терпеть, не обращать внимания на эти вкрапления, или все-таки научиться правильно разбирать, при этом не сломав проектор. В данной модели это уже не требуется. Такая технология указана как новая и делает линзу герметично закрытой, из-за чего никакая пыль изнутри на нее не налипнет. При этом и указано, что охлаждение более тихим стало по той же самой причине. И да, после испытаний скажу, что это не обманка, так оно и есть. Разрешение матрицы стандартное, как для всех моих проекторов, Full HD, но поддержка воспроизводимых видео до 4К. Параметры яркости просто какие-то запредельные для техники данного ценового диапазона. 21000 люмен, это 1800 ANSI люмен. По этому параметру он даже превзошел более дорогие модели, которые у меня есть в наличии. Контрастность 20000 к одному. На словах это мало что будет значить, поэтому три проектора я решил соединить совместно, при помощи использования своего стандартного системного блока, как вы и подсказали. Дело в том, что для прошлых тестов я использовал мини-компьютер, так называемый NetTop IT13, который обладал встройкой, ну то есть интегрированной видеокартой. Звалась она Intel Iris XE и к сожалению к проекторам она была достаточно капризной и не могла их объединять в случае если модели были разными. Но используя всяческие костыли, например переходник Dual Head To Go, мне удалось соединить два проектора в одно изображение. При использовании дискретной видеокарты все гораздо проще. На данный момент это самая большая ширина экрана, которую мне вообще удавалось подключить. Это при учете, что в условиях квартиры я не могу использовать максимальное фокусное расстояние для того, чтобы получить максимальную диагональ экрана. Но как я уже прежде говорил, сейчас строю дом и все возможности для таких развлечений сразу же закладываю. Будут и белые стеночки, и ровные, и все розетки в нужных местах, вот там и повеселимся. Те кто смотрели мой канал ранее уже знают, что подобные эксперименты я еще проворачивал и с мониторами. Но и там использование встроенной видеокарты давало свои трудности. В стационарном же компьютере у меня на данный момент уже не молодая Nvidia GTX 1060, которая легко и без труда подхватила все три проектора и смогла их объединить в одно общее разрешение. Делается это при помощи функции Surround от Nvidia, которая является частью драйвера. Мониторы можно объединять в любом направлении, вертикально, горизонтально или комбинировать направления. Игры будут видеть эти проекторы как один огромный монитор и будут выдавать на них общее изображение в большом разрешении. Два проектора подключены через HDMI порты и третий через DVI. Хотел конечно подключить через DisplayPort, но к сожалению нужного переходника или провода у меня не нашлось. Но это вовсе и не проблема, потому что DVI поддерживает все необходимые разрешения и никак на качество видеосигнала не повлияет. Три проектора соединить в одно общее и ровное изображение очень непросто. Мне пришлось отключить у них автофокусировку, потому что она каждый раз вбивала все мои настройки. Учитывая ограниченность длины соединительных шнуров, мне приходилось разворачивать каждый из проекторов под определенным углом. Впоследствии это удавалось корректировать регулировкой трапециедальных искажений, но вообще каждый из проекторов должен быть ровной перпендикулярной стене. Только таким образом изображение будет лишено замутнений по краям. Мне же этого эффекта полностью убежать не удалось из-за ограниченности в ресурсах, инструментах и свободном пространстве. Проекторы устанавливал на гладильную доску, добирал высоту при помощи коробок, а потом все это выравнивал настройками. Два тандила это сила, подумал я поначалу, и поэтому испытывал лишь два проектора, объединив их в один общий экран. Хотелось проверить, отличается ли результат объединения изображения при помощи функции Nvidia Surround от того, которое производилось при помощи драйвера от Intel. И знаете, разница небольшая все-таки есть, помимо того, что драйвера от Intel более всеядные и менее капризные. Отличии есть еще и в рамках, которые почему-то обрезают часть изображения. То есть, когда я совмещаю края двух половинок изображения, часть картинки почему-то находится где-то за пределами этих краев. Это можно заметить по надписям. Часть букв пропадает где-то между экранами. Как устранить этот недочет я пока еще не понял, но предполагаю, что он завязан на фокусировке и на отдалении LCD матрицы от линзы. Именно такой тест наиболее четко покажет разницу между изображением проекторов. 14000 люмен у TDA5 против 21000 люмен у PG600. Внешне это выглядит вот так. Если сравнить еще с ябером, у которого 8000, то выглядит вот так. Подобные широкоформатные разрешения дают огромную область обзора в играх. Это практически как широкоугольные линзы фотоаппарата или видеокамеры. В играх некоторых жанров это дает большие преимущества и удобства, а в других бесполезно. В стратегиях мы видим намного большую область карты. В гонках и автосимуляторах видим, что происходит по сторонам. В шутерах гораздо меньше слепых зон. Во всем остальном, как я уже раньше сказал, смысла в этом куда меньше. Этот эксперимент наглядно демонстрирует, что если делать такую сборку, то нужно иметь три одинаковых проектора, у которых не только цветовые и яркостные параметры одинаковые, но еще и матрицы имеют одно и то же время отклика. Этот параметр, надо сказать, у проекторных матриц не славится особо скоростью. По сравнению с мониторами они чуть медленнее. В очень динамичных сценах на объектах могут выдавать шлейфы. Поэтому для проекторов лучше подойдут неторопливые игры, ролевые, стратегии, различные пошаговые, квесты, ну и всяческое ретро. Вот о них, пожалуй, и продолжу рассказ. Так как на проектор, подобно приставке, я не могу установить полноценную эмуляторную систему, наподобие эмуэлик, рекалбокс или чего-то прочего, то решил воспользоваться ретро-арчем. Его можно установить прямо в память самого проектора, а можно и запускать с отдельной приставки и транслировать изображение через HDMI. Я решил попробовать оба варианта и записать скорость реакции на нажатие кнопки. Тестирование подобного плана я особо серьезно не воспринимаю. Лично мне оно почти ни о чем не говорит. Но если кто-то сможет что-то тут разглядеть для себя полезное, то пожалуйста. Сам я чаще всего проверяю по комфортности прохождения каких-либо очень динамичных игр, например на боевых жабках. Если даже после нескольких попыток прохождения какого-либо участка не удается вовремя реагировать на возникающие на экране опасности, то скорее всего лаг высокий. Несколько подобных фрагментов покажу, возможно вам получится сделать какие-то выводы на их основе. Из всех моих проекторов PG600 наиболее яркий и цветастый. Это сразу же заметно при совмещении трех экранов. Помимо данных высоких показателей, производитель заявляет еще и какой-то просто сумасшедший ресурс матрицы. 50 тысяч часов. Вот казалось бы, сколько это 50 тысяч часов, мы не особо-то представляем. Это практически 6 лет непрерывной работы, если проектор будет не выключаться ни днем, ни ночью. Могу ли я хоть как-то проверить это утверждение? Да нет, никак не могу. Остается только поверить. Причина такого долгожительства все в том же закрытом корпусе для матрицы, линзы и светодиода, которые в угоду своей технологии задействуют попутную и необычную систему охлаждения. А вот хорошее охлаждение, плюс ко всему ограничение доступа к кислороду к наиболее важным деталям, плюс отсутствие пыли и загрязнений, в принципе все это может сыграть роль. Что касается звука, встроенного в проектор, то он есть. 8-ваттный динамик выведен на заднюю сторону, и его пассивная мембрана с нижней стороны проектора. Из-за такой компоновки звук будет хорошим, даже слегка басовитым, как в неплохой портативной колонке, но выведен только один канал, то есть это монофонический звук. Это опять же создан для нашего удобства и некоторой мобильности, в те времена, когда мы не захотим подключать хорошую акустику к проектору, хотя я именно с хорошей акустикой представляю просмотр фильмов. Bluetooth тоже оборудован, я например через него подключаю внешний аудиоусилитель стандарта 2.1. Для меня кино должно быть не только с хорошим изображением, но и звук важен не менее. Wi-Fi тоже встроили, при том поддерживаются диапазоны как 2.4, так и 5 ГГц. Это уже как стандарт для современных устройств. Если кто-то этого не сделает, то на него будут косо смотреть и тыкать пальцем. Да, яркость конечно офигительная, в затемненном помещении даже на серой штукатурке показывает, как видите вполне нормально. Вот так изображение выглядит днем при открытом окне на бежевой стене. Немного пощелкаю, чтобы изображение подвигалось. Нормально ведь, правда? Если включить еще и лампу на максимальную яркость, то примерно вот так. Это регулируемый светильник, если что. А вот еще один трюк решил попробовать. Взять изображение двух проекторов и состыковать их в одно целостное. С двумя разными проекторами это сделать не очень-то просто. У них разное фокусное расстояние и разные диагонали, которые получаются при удалении от стены. Разные рамки, отступы от краев проекции. Благо, как я уже говорил, интерфейс у двух проекторов одинаковый. Поэтому в настройках геометрии и регулировке искажений я могу рамки состыковать так, чтобы все пиксель в пиксель сошлось. Получилось вот так. Яркость действительно повысилась. Незначительно, но эффект явно есть. Думаю, такой трюк действительно можно использовать, если дома случайно так завалялись два проектора. А чего бы и нет, у меня вот их завалялось уже пять. По своей сути, именно проектор должен называться домашним кинотеатром. Экран достаточно большой диагонали, плюс акустика, внутри достаточно небольшого корпуса. С немалым набором функций и возможностей на сегодняшний день. Внутри этой коробки можно реализовать и игровую приставку, и офисное программное обеспечение, мультимедийные развлечения различного рода, музыкальные проигрыватели с различной визуализацией. При помощи встроенного файлового менеджера мы можем открывать и устанавливать, что захотим. Система Android ко всем этим возможностям вполне так располагает. Объединение трех экранов в один – это так, конечно, баловство, вряд ли когда-то я буду это повторять. Скорее, просто для того, чтобы поставить галочку, что я это делал. Опыт интересный, необычный. Для игрушек использовать, конечно, можно, но это явно не основное его направление. А основной будет являться именно возможность реализации кинотеатра у себя дома. Это единственная причина, для чего вообще такие вещи стоит покупать. Пожалуй, на этом у меня все, надеюсь, был чем-то полезен. Если какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях, постараюсь на все ответить. Ссылки на прочие ресурсы есть на странице канала. Ну и в описании, естественно, тоже. Будьте здоровы, до скорого!